Добрый вечер всем, кто собрался. Особенный добрый вечер тем, кто тут у нас первый раз. Да, вот вижу всяких много знакомых и незнакомых лиц. Мы начинаем последнюю из 12 лекций, посвященных храму и храмовой горе. Но, впрочем, они обязаны быть последними. Если будет интерес, то обращайтесь к Натану и продумаем продолжение в той или иной форме. Но пока что этот задуманный заранее курс мы подводим к концу. И сегодняшнее наше тело — это развитие связей евреев с храмовой горой в последние 50 лет. Прежде чем перейти непосредственно к заявленной теме, и большое предисловие из того, что мы обсуждали на протяжении нескольких предыдущих лекций, мы говорили о том, что после разрушения храма первые 600-700 лет простонародье еврейское, широкие народные массы, в том числе люди и часто не очень образованные, и женщины, и так далее, сохраняли сильнейшую эмоциональную связь с храмовой горой. При каждой попытке, в каждом повороте истории мы обсуждали и в византийскую эпоху, и в эпоху персидского нашествия, и в раннюю мусульманскую эпоху. Как только возникала какая-то возможность и в позднеримскую эпоху, как хоть какая-то возможность попасть на храм в Угору и попытаться начать строить храм заново, немедленно обнаруживались сотни тысяч евреев, и, как мы это упоминали часто, женщины шли впереди планеты всей, какими еврейскими женщинами, часто были инициаторами, ну и просто евреи, да, вы начинали строить храм. То есть, буквально, вот только вот дай минуту, уже там не тостают. Так, 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 так. Я выключил, выключил, просто нет проблем. Вот. И интересно, что в эти 600, 700, 800 лет первые подвышения храма мы не видим большого интереса раввинов и мудрецов Торы и учителей Торы, к этой теме. Они изучают вопросы храма, но в одной из этих попыток строительства храма, как мы упоминали, что их было множество, мы не видим участия крупных авторитетов Торы. Перелом происходит в период крестоносцев. Крестоносцы и вслед за этим мамлюки изгоняют совершенно евреев, и возможность для евреев физически уповать на храмовой горе исчезает. И в такой ситуации, когда есть физическое удаление от храмовой горы, а все-таки после разрушения храма проходит уже тысячи лет, тысячи лет, много времени, то острота интереса простого рядового евреев к теме храма немножко ослабевает. То есть, конечно, все говорят, бешена об Аббе Рушалайм обнуляет, не верят в это, не думают об этом, но не ощущают это как вот непосредственно практическую вещь, которую надо сделать завтра. А зато среди раввинов происходит поворот, и в эпоху, начиная, первым, собственно, переворот совершает Рамбам, который начинает давать аллоход строительства храма, функционирования храма так, как будто они должны происходить завтра. Если мы читаем Рамбам, у читателя не возникает ни малейшего сомнения о том, что Рамбам практически опишет вещи, которые он ожидает, что произойдут в любой момент. И за Рамбамом вытягивается целая цепь крупных авторитетов Торы, толкователей Мишны, в первую очередь, но не только, которые пишут о будущем храме вполне на практических интонациях. Ну, вот, например, Шилтеги Бурибра, который расписывает внимательно вопрос, какие музыкальные инструменты будут, и как их надо использовать, и как их настраивать, и как учить левитов играть на этих инструментах. А как печь хлеб? Вот он начинает примиряться к этому хлебу. А как, чтобы он не сломался? А в какой форме? А в какой форме? А как тесто замесить? Совершенно практические вещи он тоже живет в понимании того, что это будет скоро. То есть, естественно, это не сто процентов, не все мудрецы Торы увлечены этой темой, большинству вполне есть, чем заняться, и кроме этого. Но эта струя, начиная от Рамбама и до наших дней, постоянно присутствует в, так сказать, еврейской религиозной литературе. Но, начиная с, ну, скажем так, примерно 17 века, возникает еще и третья струя, противодействующая. Это струя опасения по отношению к храму в Игоре. То есть, появляются раввины, которые говорят, ну, а вдруг, ну, как же, мы же не знаем, мы не понимаем, мы не умеем, мы не готовы. И в респонсах 17 века, 18 века вдруг начинает остро стоять вопрос, как бы случайно не наступить в районе Храмовой горы, куда нельзя. Начинает остро обсуждаться вопрос, например, можно ли подходить к стене плача, а если можно, то можно засовывать пальцы между ее камнями, или мы тем самым попадаем уже в цветной храмовой горы. Вопрос, который совершенно не стоял перед раввинами 200-300 лет до этого. То есть, тут некоторая волна такая, а шла Акадош, очень большую роль сыграл в этом, он очень подчеркивал, прибыв в эрес, подчеркивал необходимость крайней осторожности в отношении Крамовой горы. В частности, он запретил, ходя по улице, по рыночной улице, которая подходит к воротам продавцов хлопка, который, я думаю, любой из нас ходил, он шла, убеждал, что не надо идти по этой улице дальше середины. Он дает плотную к воротам, уже там возникает, он как-то вычислял, что возникает какая-то возможность куда-то наступить. А когда ему сказали, что испокон веков евреи по этой улице ходили, подходили к воротам, никто им до сих пор, учителей великих, которые это видели, замечания не делал, он выставил такую формировку, мы пришли в страну Израиля не для того, чтобы идти на компромиссы, а для того, чтобы постараться все сделать идеальным образом. А идеальным образом, поскольку мы боимся на что-то наступить, то вот мы вот будем остерегаться. То есть, вот третья линия. С одной стороны, есть народный интерес и такое интуитивное желание восстановить храм. Там, казалось бы, всякий человек, который читает наши источники, понимает, что существует обязанность евреев восстановить храм. Если мы его оплакиваем круглый год, у нас постоянно все есть памяти храма этого, памяти храма этого, то вроде бы есть необходимость его восстановить. С другой стороны, есть раввины, которые это всерьез планируют. С другой стороны, есть раввины, которые очень серьезно опасаются этой темы. И вот эти три сюжета существуют параллельно. Когда мы попадаем в конец XIX века, когда этот вопрос становится уже практичным. То есть, мы знаем, что с 1260 года, мы обсуждали, с 1260 года до 1855 года, практически ровно 400 лет, ни один еврей не мог, и невидимый христианин, не мог попасть на храм в гору. У кого-то еще микрофон включен, и пробивается звук. То есть, это практически значение не имело. А вот в 1855 году турецкие власти открыли доступ немусульманам на храм в гору. Мы это обсуждали в свое время более подробно. Для нас важно, чтобы появилась такая возможность, и евреи ей в массе своей не воспользовались. Первым евреем, который оказался на храм в горе, был Монтефиори. Он, конечно, был человек религиозный, соблюдал шаббаты, кашрут, но все-таки он был человек, при этом он был человек свободного мира. То есть, свою религиозность он определял сам. И не очень спрашивал у раввинов, как поступать, если ему это было... Вопрос его не интересовал. То есть, он советовался с раввинами, но не принимал от них указаний. Он такой был человек. При том, что очень религиозный, в том смысле, что и кашруты, и шаббаты, и миньян, все для него было очень важно. Поэтому то, что Монтефиори поднялся на храм в гору с женой, и сепертарем, и переводчиком, это вызвало негодование в еврейской среде. Его даже пытались какой-то хэром наложить, и когда же тот наложил на него хэром, только все-таки авторитет Монтефиори был столь велик, что этот хэром не очень имел практическое значение. Но тем не менее, Монтефиории не последовали. То есть, возможность подняться на храм в гору появилась в 19-м веке, но их почти никто не воспользовался. Есть фантастическая история, описывает ее английский консул Финн в своем дневнике. В том, что в конце 55-го или 56-м году была страшная засуха в стране Израиля. Не было дождей. И я не помню точно, о каких месяцах идет речь. Не было засуха, не было дождей, и, в общем, катастрофа. Люди мерли. И начались молитвы, естественно, как бы страшные события. Все начали молиться, как описывает консул, христиане молились в церквях, мусульмане молились в мечетях, евреи молились в синагогах. Молились, молились, постились. Каждый в своем, как умеет, нет дождя. И тогда Паша, родитель Иерусалима, сказал, что это особая ситуация. Нужно запустить евреев на храм в угол, чтобы они помолились на храм в горе. Потому что, очевидно, говорит, что это особая ситуация. Значит, нужно понимать особые меры. А что может быть круче, чем еврей на месте храма, что он будет молиться о дождях? И он обратился к руководству еврейской общины Иерусалима с таким предложением. И он сказал, что не, 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 не. Мы на храм в горе не пойдем. Дайте нам, пожалуйста, разрешение помолиться на могиле царя Давида на горе Осиона. Дело в том, что было три места. Три еврейские святыни, в которые турки не пускали евреев. Марата Махтелла в Февроне, храм в гора и могилы царя Давида на горе Осиона. Откроем скобки. Ни один историк не думает, что это действительно могила царя Давида. Это просто невозможно, потому что невозможно совсем. Это византийская церковь переделана от мечеть, которую почему-то кто-то когда-то бил в могилу царя Давида. Закроем скобки, я не относился к делу. Так или иначе, евреи пошли на могилу царя Давида, помолились там, и дождь пошел. Дождь пошел, и тем самым вопрос снялся, и больше на храм в горе никто не звал. Но на протяжении конца 19-го и начала 20-го века довольно много евреев побывало на храм в горе. Но то, что мы говорили о том, что народ-то туда тянется, а раввины нет, в 19-м веке это приняло ту форму, что люди, поднимавшись на храм в горе, то были в массе свои люди светские. Светские евреи, приезжая в Иерусалим, есть, например, описание Ахада Ам, Ахада Ам, который сидит в какой-то гостинице с видом на храмовую гору и мечтает о том, как будет какое-то великое место, что вот здесь стал храм, и как это важно для еврейской истории, для еврейской духовности. Вот Ахада Ам это было важно, Герцель это было важно. Герцель собирался подняться на храмовую гору, но побоялся скандала и в последнем переду. А многие другие нерелигиозные деятели это делали. С другой стороны, было еще небольшое течение в 19-м веке людей, которые нет, физически нет. Как бы, если вот мы сочтем Герцель и Ахада Ама и Монтефеоли продолжателями тех евреев из простонародья, которые пытались построить храм при императоре Юлиане и при персидских завоевателях и так далее, то продолжением Рамбама и Порталеона и других раввинов, которые продумывали строительство храма, хотя физически этого не делали, станет какой-нибудь человек, как Равкалишер. Равкалишер один из, который считается правовестником религиозного сионизма, один из первых раввинов, всерьез думавших и планировавших массовую алию евреев в страну Израиля в середине 19-го века, он же продумывал и строительство храма. У него есть текст, в котором обсуждается разнообразные практические вопросы. Начинается глава со слов. Очевидно, что один из ближайших рано или поздно великие державы, или там Гои, как он говорит, держит, держит, умота, им разрешат нам строить храм. А мы не готовы. Вот они нам вот завтра, вот, и султан изменит свое настроение и разрешит нам строить храм. А мы не готовы, мы ничего не продумали, как мы это будем делать. И он продумывает. Он продумывает вопрос, как делать, где брать коинов для... для жертвоприношений, как решать вопрос с ритуальной чистотой, как строить джерзиник, где строить джерзиник. Это очень практические вещи на завтра, не на далекие времена. Вот он думает, что вот сейчас, вот на дворе стоит какой-нибудь по 760 какой-нибудь, вот он думает, что через пару лет султан изменит свое настроение и разрешит. Вот такой фон мы должны иметь в виду, когда мы подступаем к ситуации 67-го года. Но мы сделаем еще одно маленькое вступление. Напомню, что в 48-м году война из-за независимости старый город Пау, и Иорданя подписала с государством Израилем перемирие. Один из пунктов этого перемирия было обязательство иорданцев пускать евреев посещать стену плача. Это было написано в договоре. Это было один из пунктов договора не единственный, но один из пунктов договора, который никогда не был выполнен. Иорданцы пообещали пускать евреев плача, и не пустили ни одного человека, ни одного раза никогда. Более того, в документах Министерства туризма и Ордании 50-х годов было написано впрямую, что Королевство Ордании приветствует всех туристов всего мира и очень радует вашему визиту, не включая людей еврейского гороскоповедания. Было сказано, что мы не желаем видеть евреев в Ордании вообще. В Орданском уцелении в частности. Хотя евреи бывали. Мы знаем, что были евреи, которые баллили стену плача, имея английские и американские документы. В общем, и стена плача в период, как вы знаете, еврейский квартал был разрушен, а стена плача стала пустой. В мусографии времена Орданцев видят там учащего полицейского одного. И тот на них приходил. Результатом этого было то, что на протяжении вот этих 20 лет, первых 20 лет существования Израиля возникла очень сильная идея, эмоциональное стремление вернуться к стене плача. Хотя казалось бы, что к стене плача? Стена плача – это место, самое близкое место, куда подбирались евреи для того, чтобы молиться о том храме, как быть как можно ближе к храму, который был на храмовой горе, быть как можно ближе к храмовой горе. Никакое, то есть, как мы тоже обсуждали в других лекциях, первые полторы тысячи лет. После разрушения храма, евреи, как правило, молились с восточной стороны, не с западной, а с восточной стороны, и это по многим алахическим соображениям и более правильно. Молились или у восточной стены храма горы, или на масличной горы с видом на храму гору. А в турецкую эпоху развилась идея молиться о стены плача, потому что появилась община. Община жила в старом городе, им было удобно близко подходить к... Как самое близкое место, которое можно подойти к храму горя, была стена плача, и там возникло некоторое место еврейской молитвы. Но она, безусловно, не имела самостоятельного существования, и никому не приходило в голову считать, что стена плача, как таковая западная стена храмовой горы, имеет какое-то особенное значение по сравнению с северной, южной, восточной стенами, которые все четыре стены, естественно, являются стенами храмовой горы, а суть — это храмовой гора, а не стен. А вот в эти 20 лет, с 48 по 67 год, израильтяне постоянно мечтали о том, чтобы вернуться к стене плача. И вот это мечтание объяснимое, поскольку их туда не пускали. Люди вообще имели свойство мечтать о том, куда их не пускают. Когда евреи пускали к стене плача, они мечтали о храмовой горе. Когда евреи стали не пускать к стене плача, они стали мечтать к стене плача. Мы знаем, что президент Израиля сделал себе специальную комнатку на горе Цион, куда он приходил, потому что из-за окошка эти комнаты, вот если специально вот так голову завернуть, можно было увидеть стену плача. И вот этот культ стены плача, он на самом деле уходит вот в эти 50-е годы, когда это было невозможно. Итак, мы пришли к счастью Нового года. Мы пришли к моменту освобождения храмовой горы. Храмовой гора была освобождена, как известно, или, может быть, неизвестно, без боя. Бой, тяжелый бой с большим количеством жертв происходил у подножия храмовой горы. Там, где сейчас идет дорога, ведущая к Львиным воротам, там погибли и так мало еврейских солдат. Но потом, после того, как тот бой закончился, и отряд парашютистов прорвался через Львиные ворота на храмовую гору, никакого сопротивления не происходило. И парашютисты, в главе с Мотой Гур, которые займли храмовую гору и объявили вот этот знаменитый крик Араба и Баядейну, то, что они передали по связи, армейской связи, это было передано по радиуму, и весь мир, действительно, Араба попала бы Баядейну совершенно не без такого-либо сопротивления. На храмовой горе было довольно много солдат иорданских, но практически было много оружия, но не было сделано ни одного выстрела. И солдаты, которые бывали там в этот день, я скажу, что вся гора была завалена оружием, завалена автоматами, пулеметами, вообще-то просто валялось, знамена иорданского, иорданской армии, все это было свалено в кучу, и все несколько сот человек, которые были на храмовой горе, тут же сдались. Какого-то я не вполне знаю, могу дать военное объяснение тому факту, но так это произошло. И так, что интересно еще обратить внимание, что евреи зашли на храм в гору через ворота, которые называются Баблясбад, ворота колен Израиля. Еще тысячу лет назад, в аббасидские времена, арабы назвали вот эти ворота, северо-восточные ворота храмовой горы, воротами колен Израиля. И до сих пор не вполне понятно, почему. Там есть всякие интересные исторические объяснения, почему это так произошло, но факт стоит в том, что так ворота назывались, и через них, именно через них колены Израиля вернулись на храм в гору. Буквально во второй или в третьей машине, после тех парашютистов, которые заняли храм в гору, на гору приехал раб Горан. Раб Шлома Горан. Да, давайте я ворочку. Сейчас, в картиночку. Сейчас, в картиночку. Вот. Вот вам Раб Шлома Горан, знаменитая фотография. Он главный раввин израильской армии в этот момент, а впоследствии он стал главным раввином Израиля, в этом момент он был главным раввином Цаалю, в нейральской должности. Он понимал вполне величие момента. За несколько часов до решающего боя подножия до храмовой горы, он уже понимал, что храмовая гора будет освобождена. И еще осталось несколько часов, но он уже бросился к своему раву Аназиру, главному ученику раву Кука, и попросил немедленно дать ему свиток Торы и Шафар. И вот он уже держал в руках свиток Торы и Шафар, потому что он понимал, что происходит историческое событие. И когда храмовая гора была свитоком, он прошел через всю храмовую гору, вышел к Котелю, и Котеля затрубил в Шафар. В этот же день над зданием Золотого Купола был поднят израильский флаг. Есть всего одна фотография, где видно на крае этой фотографии, видно, что над Золотым Куполом развивается наш флаг. Вскоре после того, что он один приехал в данном машине, он вернулся со своими учителями и в тот же день привел и Раву Куку, и Рава Назир, и они вместе прошли по храму в горе. Они прошли по храму в горе в ботинках, что запрещено лохой, с оружием, что запрещено лохой, и не окунать в мику. Почему? Они не знали Аллаху, они прекрасно знали Аллаху. Аллаха утверждает, что в момент, что завоевание храма в горы не нужно соблюдать теологических норм, которые мы обсуждали. То есть, они подчеркивают, что их появление на храме в горе есть акт завоевания, акт освобождения, а не паломничества. Поэтому они были с оружием, в ботинках и не окунувшись. Это, естественно, нельзя так поступать в дальнейшем к человеку, который не является частью армии. Но уже к вечеру этого дня возник, начало возникать расхождение. В то время, как Рафгорн считал, что освобождение храма в горе является первым шагом, а следующим шагом должно являться строительство храма, сейчас, здесь, завтра, он всерьез обсуждал вопрос сноса золотого кукола. Он делал серьезные инженерные замеры. В первые же дни он начал, подключил инженерные саперные части для того, чтобы замерять. Он сделал очень хорошую геодезическую съемку храма в горе, потому что он думал, что дело идет строительство храма. Довольно быстро он понял, что об этом нельзя всерьез открыто говорить, хотя, конечно, он имел в виду, и он стал говорить о том, что нет, конечно, строить храм мы прямо сейчас не будем, но мы, по крайней мере, уже должны вернуться сюда, мы должны начать здесь молиться, мы должны стать нашим местом. Ситуация. в первые дни после освобождения Иерусалима стала в том, что толпы евреев, имеющих ни малейшего представления о Аллахе, примерно бросились посещать храм в городе. Это, может быть, в каком-то смысле похоже на то, как толпы евреев бросились строить храм, когда император Ильянов разрешил это в IV веке. Разница состоит в том, что в IV веке они строили храмы, они таскали камни, они месили цемент, а в 67-м году они приходили посмотреть и фотографироваться. С одной стороны, массы еврейских проявили большой интерес к месту храма, с другой стороны, они не проявили, не было уже прошло слишком много времени, было слишком сильно нарушено, светские люди слишком плохо знали про храм, а религиозные люди, которые знали про храм, слишком сильно боялись идти. Те, которые там пришли, не понимали, не вполне понимали, куда пришли, а те, которые понимали, куда идти, где-то не пришли. И эта ситуация, возникшая в первые недели после освобождения очень не понравилось большинству раввин и они разделились на две группы один человек раб горн считал что нужно объяснить народу что такое храм и привести в правильном виде правильного и логическим порядком сакунанием и так далее с правильным сознанием а 99.99 процентов раввинов израиля считалось что нужно запретить ходить на храм и вору всем потому что народ не готов не понимает не обучен и довольно быстро было издано постановление главного раввината израиля но нет в общем немножко нарушая порядок он был чуть позже изнано сначала было сделано все таки еще несколько попыток со стороны раввогорона оказаться на храм в агарем во первых он занял одно из помещений по праву оккупационной армии он конфисковал одно небольшое помещение называется дом абу саида в юго-западном углу храмной горы поместил там канцелярию главного раввината армии стал провести уроки тора и как бы осваивать это место для иудаизма а с другой стороны он устраивает молитвы сначала девятого ава да значит мы говорим что в яре притошло освобождение иерусалима девятого ава он устроил первую молитву в миньяне с книгой торы со свитком торы полноценную молитву минху на на храм в горе а через несколько дней после девятого ава шаббат на хаму шаббат который происходит после девятого ава он запланировал что большие народные объявить объявил широко что зовет людей прийти и помолиться на храм в горе машета я страшный пункт размутился а машета я был начальником рава горна горна был два начальника как всякого военного раввина с одной стороны его руководитель является главный раввин израиля это генерал в качестве генерала подчиняется военному министру и начальник генерального штаба и поэтому машета я был начальником на храм горна он приказал прекратить деятельность прекратить устраивать еврейские молитвы на храм в горе и более этого он добился постановления правительства это было вот между я там и шаббат на хаму был он собрал был собран на правительство и это постановило в этот шаббат если полиции поручить евреев желающих помолиться евреев желающих помолиться направлять к стене плача вот это и есть а фраза называется статус-кво нам часто говорят что на храм в горе и статус-кво статус-кво родился в результате постановления правительства в августе 67 года направлять евреев молиться на стену плача нету закона израильского никакого который бы запрещал евреев молиться на храм в горе нет никакого закона который позволял бы вакфу не пусть не давать евреям молиться на храм в горе но вот это постановление правительства является единственным законным основанием факта что каждый день утром полицейские встречая евреев которые поднимаются на храм в гору в наши дни объясняет вам категорически запрещено можете идти но нельзя молиться нельзя тони за пятой не за 10 дней закладки не петь нельзя столить нельзя спилить что происходит в практике другую митя извини пожалуйста а какая мотивация была у правительства тот момент жених году мотивация правительства волжин правительство просил, правительство сделало. А вот какая мотивация была у Машедаяна, это более интересный вопрос, поскольку Машедаян ее не сформулировал, поэтому нам приходится ее угадывать. Машедаян имел четкую программу, что он хочет, чтобы происходило, но он никогда не говорил, почему он этого хочет. Мы додумываем за Машедаяна, что он мог бояться вспышки религиозного энтузиазма со стороны евреев, что евреи сейчас как попадают на храм Лагаян, их охватит энтузиазм, они начнут устроить храмы, и это вызовет внову вспышку каких-то военных действий с арабами. Но, как бы, это не... В постановлении правительства сказано, выслушав соображения министра обороны Машедаяна, который считает, что такая молитва нежелательная может привести к нежелательным последствиям, правительство постановило молитву перенести к стене плача. Вот, что написано по цене правительства. И, действительно, вскоре после этого присоединился еще и главный ровенант Израиля, который вынес постановление о том, что это... чтобы походить на храм в Гугору нельзя и повесил табличку, которая до сих пор, там ржавая табличка висит на трех языках с десятью архиографическими ошибками, о том, что нельзя... что Аллаха запрещает подниматься на храм в Гугору. Единственным человеком, который не голосовал за это решение, а воздержался, был Шарль-Яшуба Коэн, главный в Эгенхарьке, недавно покойный. Он считал, что это неправильное решение, но не голосовал против, а воздержался. В результате этого получилось, что очень небольшая группа людей, близко связанных к храму в Гугору, то есть лично к храму в Гугору и очень несколько буквально людей, которые были его близкими учениками, близкими родниками, продолжали интересоваться в конце 60-х годов в храму в Гугору. Но, однако же, они не были совсем единственными. Во-первых, было еще несколько людей совершенно неожиданных. Был вот Равин, я все время забываю его. у меня это сейчас и я это был вот Поршнегин. Заслужил Шнеузамен Хохман. Шнеузамен Хохман Хасид Бугуш. Есть такой маленький Хасидут Бугуш. И мы знаем в этом человеке всего две вещи. Он жил в Тель-Авиве. В Тель-Авиве была синагога Хасиды и Бугуш. И в этой синагоге обычно, как вы понимаете, Хасиды не очень склонны праздновать Йоматс-Мау, День Независимости и День Освобождения Иерусалима. А вот в этой синагоге каждый День Независимости и каждый День Освобождения Иерусалима на Шахарид поднимался на позицию Хазана и Траф Хохман и читал Алиль с Брахой. И почему-то Хасиды Бугуш его по старой памяти терпели. Вот все, что я о нем знаю. Если кто-то знает еще о Шнеузамене Хохмане, кроме этого, пусть мне расскажут. А еще известно, что он приходил на храм в Угору в 67-м году в Суккот и устраивал молитву в Миньяне и молился там и был Хазаном. И никто ничего не говорил, Мошеда Ян ничего не говорил. Почему? Потому что Рав Горен делал это шумно, торжественно, с публичностью, с расклеиванием листовок и все об этом знали. И Мошеда Ян ему не разрешал. А Рав Ухман тихонечко приходился еще с компанией девятию такими же психами, как он, заходил в какой-нибудь угол на храм в Угоре и молился там в Суккот и никто ничего не говорил. были люди, которые регулярно приходили молиться на храм в Угору, хотя они не были артодоксальными евреями в нашем понимании. Например, регулярно молился на храм в Угоре Эльдад Старший, профессор Эльдад из бойцов Лехи, теоров Лехи. Он был религиозным человеком, но не в том смысле, в каком мы сейчас понимаем границу между Тимом и Хиланим артодоксальным. Он не ходил всегда в Кипер, а ходил молиться на храм в Угору Примопемия. Есть Урица и Гринберг. Дайте вам картиночек. Сейчас, секундочку. Давай, я отниму его, я хочу вам показать. Нашли не в порядку. Урица и Гринберг. Это первый еврей, помолившийся на храмовой горе после ее освобождения. Я думаю, не надо представлять великого поэта Урица и Гринберга. Один из солдат, который участвовал в освобождении храмовой горы, рассказывает, что день освобождения, день, который мы сейчас знаем, днем Иерусалима, после того, они всю ночь воевали, не остались в восточной части храмовой горы и со всеми, с оружием, с оборудованием, с эфодами, и он прилег отдохнуть. Он не был на посту, он задремал. Вдруг он чувствовал, что кто-то его трясет за плечо. Он проснулся, и что такое? Рядом с ним встал человек в какой-то странной одежде, там, белый, развивающийся. Говорил, встань, брат, надо молиться. Самое удивительное, что, значит, он встал и говорит, прочти молитву Минха вместе со мной. Это был Урица и Гринберга. Причем, по крайней мере, в воспоминаниях этого человека Урица и Гринберга обратился лицом на восток. Он сказал, потому что привыкший молиться, я не знаю, может, что он, конечно, неправильно вспомнил, но то, что он помнит, что человек привык, что стоя у Котеля, он молится на восток. Хотя, Мишна прямо говорит, что евреи не молятся на восток, евреи должны молиться или на запад, или в сторону, по одному мнению, на запад, а по другому мнению, в сторону местных храма. Поэтому человек, который находится в восточности части храма горы, естественно, должен повернуться лицом на запад, спиной к Масовичной горе. На улице этого непомного в этот момент он валился, обракившись лицом к Масовичной горе, так, по крайней мере, воспоминаниях этого человека. И там есть еще какая-то специальная история о том, что он знал, к какому именно хаседуту относится этот солдат, точнее, он был светским человеком, но его отец был принятен к к Масовичной горе. Я сейчас не помню на улице к Масовичной горе. По-моему, Карлин. В Карлинском седуле есть какая-то особая отличие в структуре, в тексте молитвы Шмунайца, и у Литвии было важно именно это, чтобы молитва Шмунайца прозвучала именно в варианте, как молятся карлинские хасида, а не в каком-нибудь другом. У Литвии много чего знал про иудаизм. И вот это были первые люди, помолившиеся Минфу на храм в Игоре в день освобождения. Были отдельные люди, но не было никакого движения. Мы же сказали, что Масович запретил ходить на храм в Игору. И постепенно вот эти отдельные люди стали образовывать небольшие движения из людей разных. Мы видите, я каких разных назвал. Кто-то религиозный, кто-то хасид, кто-то светский человек, кто-то вот странный, как у лица Гринберг, про которого, я думаю, ни один географ не сможет внятно сказать религиозно, но и светский был человек. Вот такие вот разные люди стали образовывать маленькие движенницы. Самым первым таким движением было, движение, которое существует до сегодняшнего дня, Неймане-Арабайт, которое настолько знаменит, что часто журналисты, когда спрашивают людей, человек против меня, который поднимается на храм в гору, вы что, из Неймане-Арабайт? Я устал уже объяснять разницу, что нет, вот есть движение Неймане-Арабайт, а есть всякие разные люди, которые никак не относятся к этому движению, просто ходят. Невозможно. Исторично, в сознании израильского человека, тот человек, который ходит на храм в гору, относится к движению Неймане-Арабайт. Что это такое? Движение Неймане-Арабайт было движение светских людей, а им тем временем все хазрубы Чува за 50 лет, которые прошли существование организации. Когда-то им было 20 лет, они были все светские, сейчас им всем по 70, по 80, и они уже давно почти все хазрубы Чува. Гершин Соломон, создатель и бессмен руководителя за движение, это очень маленькая группа людей, но которые вот все эти годы постоянно занимаются тем, что они никогда не умели привлекать к себе сторонниках, они всегда были очень хороши в том, чтобы уметь поднять шум и попасть в прессу. Вот это их профессионально. Это очень важное умение, я бы не умею делать. Не очень хочу, но и не умею, даже хотел бы, не умею. Они вот умели. Вот каждое их действие, они всегда получаются так, что об них все пишут и все знают. Хотя вот, еще раз, состояло это организация 20-30 человек в максимум. Никогда больше нет. То они вдруг с камнем, огромный камень несут, это краеугольный камень для строительства храма, то еще что-нибудь такое сделают. И поэтому такая интересная организация существует уже 50 лет, но она никогда не привлекала к себе больших польших людей. Была организация, называлась Ариэль. Это в ранние 70-е годы. организация состояла из ученых, которые все были ветеранами еврейских подпольей. Это были ученые, ветераны Лехи, Эцеля и Аганы. С одной стороны, это бывшие подпольщики, бойцы, борцы против английского мандата, а с другой стороны, ученые были профессорат в разных областях. Но их тоже, таких было не очень много, понимаете, ученых подпольщиков было, но их не было сотни. Потом было движение Эль-Арашен на гору Господню. Это уже было побольше людей, туда вошло довольно много политических действий. Мы говорим о ранних 70-х годах. Есть фотография ориентировочно 78-79 года, где люди молятся Минху в Миньяне на храмовой горе недалеко от пород Элякса, прямо от дверей. Там была пестрая публика. Самой, так сказать, яркой фигурой там был Моши Сегель. Моши Сегель, хабайтник из из Украины, из Южной Украины родом, который участвовал в разных антибританских движениях в 30-е годы и воевал в частности. Ну, а больше он прославился, я думаю, все знают эту историю, что когда англичане запретили трубить в Шафару Хотеля, это был, если не ошибаюсь, 31-32 год, то Рав Моши Сегель, тогда молодой раввин пришел в емкий пур к Хотелю, протащил Шафар, спрятал Шафар под одеждой и когда на выходе из емки пура красиво, громко протрубил Шафар, после чего естественно англичане арестовали, посадили в тюрьму. А Рав Кук сказал, что он не прекратит поста емки пура, пока этого человека не отпустят. И продолжал поститься еще всю ночь, а всякие люди стали бегать к англичанам, говорили, что вот Рав Кук уже не молодой человек, это страшно, опасно. В общем, это подействовало англичан, и они его отпустили где-то вдруг. Так что это была такая яркая личность, и вот он стал такой движущий, он был самым пожилым и самым ярким деятелем движения Эля-Рошем, они устраивали восхождение, они первыми стали всерьез изучать Аллаху, как надо окунаться, куда ходить, куда монхать, куда нельзя ходить, как надо окунаться в том году, Раф-Моши Сегель в Йом-Кипур, он стал каждый Йом-Кипур прийти к воротам храмовой горы, и именно в Йом-Кипур полиция сюда запирала ворота, чтобы они не приходили, поэтому трубил в Йом-Кипур у входов на храмовую гору, и вот Йом-Кипур в 84-го году он потрубил в шафар, пошел домой и Лунда, то есть он так закончил свою жизнь. И вот, но в этой, кто это были люди в основном? Это опять же были ветераны подполья, очень много людей, Лехи, Эцеля, Аганы, причем это не было четкого разделения политического, поскольку люди Аганы это были левые люди, это были члены партии Абуда, в частности один из членов Кнеста от партии Абуда был в этом движении для Азерлина. А где бойцы Лехи и Эцеля были ревизионисты, то есть это были люди того, что мы сейчас называем лекубниками. Вы уже обратили внимание, да, что никаких кипот сругот. Это что? Кипот сругот это был отравборн и все. Кипот сругот люди мамлахты им, люди в те времена не любившие спорить с правительством и с рабинами, все сказали, то делали. То есть мы, если мы рассмотрим на 70-е годы, мы видим или людей светских и полусветских, относящихся к выходцам из-под поля, или людей вот таких вот хабадников, хасидов, каких-то людей не частей истеблишмента. в 80-е годы начинается еще одна волна очень важная. Это волна связана с личностью Рава Эльбойма. тоже вам предъявим. Это вы уже видели. Это тоже важная личность. Это Рава Эльбойм младший, а где Рава Эльбойм старший? Вот, Рава Эльбойм старший. Рава Эльбойм. Рава Эльбойм, хасид Бельц. Вся его громадная семья, он проходил из небольшого городка Южной Польши, вся его громадная семья погибла в катастрофу, он был единственным, кто спасся. И он жил, он попал в город Сесраэль, учился в Ешиве Сатмар, как так сказать, для колорита. Он был книг в Сатмарской Ешиве, Талмиха, Хам, ему прочили серьезную рабинскую карьеру, но он увлекся, еще мы говорим про 50-е годы, ранние 60-е, темой храма, этому стало все очень важно. И после 67-го года он решил, что все, храм Багара освобождено, надо начинать готовиться. И его линия была меньше даже, линия подниматься на храм в гору, спорить с полицией, спорить с Багом. Его линия была практически готовиться. он собрал деньги, чуть ли не подаяния, построил ткацкий станок и стал ткать одежды для коинов. Потом он стал делать потихонечку некоторые предметы посуды для храма служения. Из его деятельности получилось будущее из тех вещей, которые он сделал сам своими руками в течение многих многих лет получился основа института храма. А потом появился продолжатель его дела стал его племянник, который по сей день можно встретить на храме в горе Львана, Рабель был младший. И вместе они родовик, его брат и его племянник, они собственно из трех человек из этих состоял движение Нуат Лекину на Мигдашу. Движение за строительство храма. Они всех и седей Бельц. Как вы понимаете, Адморес Бельц не является большим политическим активистом и сторонником активных действий, уж тем более строительства храма. И как же это происходит? Рабель Бома часто спрашивает, а что Рэбель думает про твою деятельность? Вот ты уже 50 лет занимаешься подготовкой строительства храма, сходя на храм в гору. Рабель Бома отвечает, Рэбель знает, что я делаю и ни разу ничего не сказал. Вот такие интересные отношения на самом деле в хасидском мире. Если человек живет своей жизнью и не имеет свой авторитет, то Рэбель не обстанет его изгонять. Рэбель ни разу не одобрил его деятельности и ни разу не осудил его деятельность. Как вы доживите? 50 лет. Так вот, Рэбель Бом-младш, тогда в 67-м году он был мальчишкой. Он стал, пока его дядя ткал одежды для будущего храма, племянник стал ходить к разным раввинам, участвовать в дверь и спрашивать, а как мы вот, уважаемый Рэбель такой-то, а вот как мы, что мы сейчас делаем, для того, чтобы завтра у нас был храм. Практически, вот конкретно, как нам. И все раввины, и хасидские, и литовские, и сепардские, и сионистские, и такие, и сякие, все от него так или иначе избавились. Он не нашел поддержки ни у кого. Поэтому он пошел своим путем. И они стали вот вместе, их семья занималась подготовкой инструментов за храмом и горы, а другой стороны организацией восхождений. Он стал приводить людей. Ну, естественно, он человек из харидимного мира, в первую очередь, людей харидим. Он приводил с собой на храму и гору. И вот его заслуга особенной является восстановление возлияний воды в суху. Думаю, что слушатели знают, а если не знают, расскажу, что существует особенный заповедь возлияния воды на жертвенник, который совершает столько праздников сухот. Она не написана в Торе. В Торе написано про возлияние вина на жертвенника, а про возлияние воды ничего не сказано. Так вот, по традиции, которая восходит к пророкам и которая очень была важна для очень много споров не было во времена храма, потому что вруши в нашей те парисеи, из которых получился наш современный мудроизм, им было очень важно этот бряд, не написанный Торе, именно как подтверждение того, что есть такая вещь пустная Торе, а садукеи были очень против, все время к ним пытались бороться. Так вот, естественно, с тех пор, как был разрушен храм, никто не возливал воду на жертвенник Сукон, пока не пришел Раввель-Бойн, он нашел Коэна, окунул Коэна в Микву, одел на Коэна одежду, сшитую, сотканую, не сотканую, нельзя шить, они цельно тканые, сотканую его дядей, в пластиковую бутылочку взял воды и отправил его на храм в Угорь. Они все вместе пришли, но Раввель-Бойн стоял там, где можно стоять, не Коэна, а Коэн отправил вперед, удар на место жертвенника. Коэн пришел на место жертвенника, налил из пластиковых бутылочки воды в золотой сосуд и совершил возлияние. Сначала никто ничего не понял, но потом как бы вакуфцы вообще не поняли, что пришел какой-то человек в странных одеждах и совершает возлияние. Но потом-то про это стали говорить по всему Иерусалиму, и тогда вакуфцы страшно замутились, но они смогли повторить еще трижды, три раза, чтобы не соврать годы, в 88-м по 89-м, в 87-м, 88-м, 89-м, если я не ошибаюсь, нет книги, написано точные цифры, даты. Трижды им удавалось совершить обряд возлияния. В какой-то момент полиция ввела специальный запрет, что в праздник сухот на храм в гору посетителю запрещено приносить воду. Именно потому, что ее можно совершить вот это возлияние. Но все-таки три раза им удалось совершить настоящий обряд времен храма там, где нужно, тот, кто нужен, то есть коин, настоящий коин, настоящий одежда, настоящий сосудом на место жертв не совершал возлияние победы. Вот это типичный поступок Равел Бойма. Равел Бойм характерен своим крайней небескомпромиссностью. Кто ходил с ним на храм в горе, тот знает, что если полиция говорит идти быстро, то он будет идти медленно. А если полиция говорит идти медленно, он будет идти быстро. А если полиция говорит, что надо идти вот туда, он пойдет туда. И он делает это бежливо, он улыбается, он очень ласково обращается с полицейским, но любит показать и умеет показать, что полиция существует для того, чтобы охранять, а не для того, чтобы давать указания. Он, пожалуй, единственный какой-то человек. Я не знаю еще кого. Полиция его, естественно, за 50 лет уже знает, уважает и с ним не спорит. А если спорит, то спорит вежливо. Подозреваю, что 30 или 40 лет назад это не так выглядело вежливо. Тем самым мы к концу 80-х годов видим две волны людей. люди, которые идут на храм в Угору больше по мотиву национальной, национальной гордости соображений того, что тот факт, что евреи не дают молиться на храм в Угору. На храм в Угору это как бы оскорбление для национального чувства еврейского, а с другой стороны люди религиозные. которые именно имели ввиду строительство храма в первую очередь и ходили так, чтобы строить храм. Эти две волны слились в 90-е годы и тут важную роль, центральную роль врачей, который Иудай Цион. Иудай Цион мыслитель, писатель, переводчик, зритель Офры в молодость он поучаствовал в еврейском подполье и потом был за это хотя ничего конкретного не делал, но еврейское подполье, кто не знает, это движение в 80-е годы группа людей, которые пытались сделать контр-террор. Каждый террористический акт арабов будет встречать террористический акт со стороны евреев. Им, по-моему, удалось здоровать бомбы, после чего их всех арестовали, посадили в тюрьмы. и выдержит тюрьмы и каждый занялся своим делом, и вот иудайцы он воскнулся и посвятил себя восхозеем на франку Губо. Рассказ после 90-х годов уже будет слишком длинный, время уже кончается, поэтому я не буду все подробно рассказывать, но начиная с 90-х годов мы видим, как ручейки превращаются в реке. Если я думаю, что общее число людей, интересовавшихся храмом в Игоров в 70-е годы во всем еврейском народе составляло человек 30-40, то в конце 90-х годов таких благодаря иудея Соня и товарища уже были сотни. В этой стадии движения влилось довольно много русских репатриантов, форсийских репатриантов Ицепимас и его Ашамикум Дамо наш друг и, например, нынешний глава Гуши Циона, муниципального совета Гуши Циона Шлома и Наймана и еще несколько всяких замечательных людей и Лезер Броя Коэн, который каждый день происходит на храм в город с тех пор, вот они тогда в 90-е годы влились в это движение. И постепенно из этого получилось то, что есть сейчас. А то, что есть сейчас, это порядка 15 тысяч визитов евреев на храм в гору в год. Естественно, из этих 15 тысяч есть люди, которые приходят каждый день или каждую неделю или каждый месяц. Это не 15 тысяч человек, но я думаю, что человек тысяч точно евреев, которые приходят на храм в гору, совершив омовение по всем правилам и так далее. Плюс еще есть много тысяч людей, которые приходят на храм в гору в составе чисто сверских, например, студенческих, солдаты, которые приводят, мехенот приводят. Это еще на самом деле не все. Вот так изменилась ситуация за последние десятилетия. На самом деле ситуация за последние несколько месяцев изменилась еще сильнее, но это, пожалуй, тема для отдельного разговора, который сейчас уже интервью. Итак, по недостатку времени мы заканчиваем наш курс. Я еще раз говорю, что у нас есть о чем поговорить, есть разные темы, которые мы коснулись только мельком, поэтому все, кому интересно, пишите на Тану, и будем думать, может быть, в дальнейшем делать то или иное форму продолжения. А пока спасибо за внимание и всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо, Мик, очень здорово. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.